Доброе утро, дорогие друзья! С вами Лилия Пачкун. И я готова поведать вам следующий урок счастливых семейных отношений. Наше окружение фактически определяет то, кто мы есть внутри. И если на сегодняшний день вы не настолько счастливы, как вам хотелось бы, подумайте о том, кто вас окружает. И подумайте также о том, как найти тех, чья жизненная позиция, чьи отношения похожи на вашу мечту. Говорят, что обиды и негодование – это равноценно тому, что вы выпьете яд в надежде, что ваши враги погибнут. Это абсолютно невозможно. Но, к сожалению, ввиду того, что мы чем-то недовольны, это равноценно тому же яду, который мы выпиваем в надежде, что наш супруг или наша супруга исправится. Но есть люди, которые не занимаются потреблением яда. Они занимаются тем, что дарят друг другу эликсир добра, эликсир любви. И говорят о том, какие же они прекрасные. Как же повезло, что я встретила тебя на этом пути. И многим настолько плохо иногда бывает, что сказать какой-то комплимент и благодарность Богу, что как классно, что этот человек появился в моей жизни – это равно обману. Это же нечестно. Я же не думаю так. Но когда-то же вы встретили, когда-то же вы полюбили друг друга. И когда-то же вам казалось, что это самый-самый лучший человек на свете. Для некоторых до сих пор, я представляю, почему-то сейчас что-то в море все увидели, и все так пристально смотрят. Может, это акула? Ир, что там? Видишь? Большая рыба, но не акула. К чему бы это? Я думаю, к тому, что постарайтесь убрать акул из своей жизни. Да, для этого нужна смелость. Да, для этого нужна определенная сила воли. Да, для этого нужно заявить о намерении стать лучше. И тогда, что значит лучше? Это значит стать добрее, видеть больше любви в своем окружении. И тогда такие люди появятся в вашей жизни. Окружайте себя добрыми любви. Цените их и цените их друг друга. Люблю вас. Пока.